Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на очередном семинаре по обработке изображений с использованием бесплатного программы обеспечения Fidja. И сегодня нам нужно будет поговорить о способах улучшения изображения, причем во многих случаях численного улучшения изображения, необходимое для дальнейшей обработки, такое как, например, колокализация каких-то объектов, такое как трехмерная реконструкция объектов и так далее. Таким образом, темами сегодняшнего занятия у нас будет, во-первых, пространственная деконволюция изображений. Мы поговорим о самом методе, поговорим о том, какие есть достоинства и недостатки, как правильно подойти к его выбору. Деконволюция – это количественное восстановление контрастности изображения, поэтому в некоторых случаях обработка идет численно, и мы можем это изображение использовать в дальнейшем для работы с яркостью. Нам нужно будет поговорить и вспомнить, что такое функция рассеяния единичного источника света в микроскопии, та самая Point Spread Function. Поговорить о том, как мы можем получить такую функцию рассеяния, например, теоретически, используя специальный плагин, мы можем рассчитать, зная определенные параметры. Мы можем ее получить из изображения, где отдельных источников на самом деле нет. Можем получить реальную функцию рассеяния точки с использованием так называемых микросфер. И на самом деле функция рассеяния точки будет зависеть в том числе и от положения объекта за покровным стеклом, от коэффициента преломления, от многих других параметров. Поэтому иногда нам может потребоваться получить функцию рассеяния точки для нескольких участков изображения. Естественно, если мы будем говорить уже о трехмерном изображении, мы можем поговорить о стеках или пачках изображения, мы сможем понять, что это такое, как производить регистрацию изображения в таких пачках, то есть каким образом мы можем выровнять несколько изображений, снятые с определенным смещением. И мы можем поговорить еще об устранении некоторых артефактов движения. После этого мы поговорим о так называемой эластичной регистрации, например, если у вас есть гель. И на этом наше сегодняшнее занятие будет закончено. Ну и давайте начнем с вами с первой темы, собственно говоря, деконволюции или по-другому обратной свертки. Что такое деконволюция? Дело в том, что наш микроскоп, любой точечный источник света, какой бы малый он ни был, представит в виде так называемой функции рассеяния точки, то есть функции передачи информации. Если у вас точка, к примеру, очень небольшая, давайте предположим, что у нас точка размером 10 нанометров. Но разрешение нашего микроскопа, известно, что оно считаться будет по формуле, например, для флуисцентного широкопольного микроскопа, как 1,22 длины волны на 2 числовых апертуры, отсюда видно, что даже если у нас будет очень хороший объектив, пускай у нас будет числовая апертура 1,45, пускай у нас будет очень маленькая длина волны, скажем, 400 нанометров, в любом случае по этой формуле разрешение нашего микроскопа будет порядка 200 нанометров. Это означает, что несмотря на то, что сам по себе объект, который спускает свет, имеет размер порядка 10 нанометров всего, на камере, глазом или на другом приборе, находящемся в плоскости уже изображения за объективом, такой объект будет у нас занимать точно такой же размер, как занимал бы объект размером 200 нанометров. И только если объект, который мы поместим под микроскоп, станет больше 200 нанометров, то тогда и размер точки, которая будет получаться уже после нашего объектива, тоже начнет расти. Но это теоретически. Если мы посмотрим с вами на реальную функцию распределения точки, из-за того, что у нас свет – это волна, и, собственно, для того, что мы наблюдаем, это разница в фронтах этой волны, то если мы попытаемся построить с вами функцию, где у нас по одной оси будет интенсивность, то есть количество фотонов, и по другим двум осям, соответственно, например, х и у, то мы увидим, что у такой функции есть центральная часть, так называемый дискоэри, есть вторичные максимумы, минимумы, максимумы и так далее. И это мы построили для случая, когда мы работаем точно в фокусе, точно в центре. На самом деле мы можем с вами снять функцию рассеяния точки для положения, когда она находится вне фокуса, чуть выше фокуса или чуть ниже фокуса. Более того, сняв такой стэк изображения, такую пачку изображений, мы можем посмотреть на нее как бы сбоку. То есть если мы ее здесь достроили, то вот здесь у нас была бы наша функция рассеяния точки. В случае, если мы работаем ровно в фокусе, она выглядит вот так, и ее представление здесь приведено. Но с другой стороны, если мы сделаем с вами срез где-то на этом уровне и на этом уровне, то мы видим, что функция рассеяния точки принимает уже другие формы. Здесь точно так же интенсивность, здесь точно так же х и у остается, но центральная часть у нее, наоборот, гораздо меньше интенсивности, чем, например, первый максимум и так далее. Здесь возникает сразу же интересный момент относительно того, что если у нас есть один единственный источник света во всем поле нашего зрения, и мы точно знаем вот эту функцию передачи, функцию распределения, то мы могли бы указать положение этого источника с точностью до отдельных нанометров. Но, к сожалению, ситуация сильно усложняется, если у нас таких объектов несколько, и они взаимно перекрываются. В идеальном случае, если бы у нас не было бы дополнительного шума, не было бы погрешности камер, мы могли бы снять абсолютно численно, мы могли бы с вами найти функцию обратной, функции рассеяния точки. То есть, если наше изображение, которое мы с вами получаем, называемое в данном случае H, это некая функция передачи, пускай она у нас будет обозначена буквой G, и некое исходное изображение с максимальным разрешением, контрастностью и так далее, назовемой буквой F. То, по идее, в идеальном случае, мы могли бы с вами восстановить это изображение, если бы у нас была функция обратная нашей функции конволюции. К сожалению, в реальности немножечко ситуация ухудшается тем, что, во-первых, у нас есть шум, ну, как минимум, если мы работаем с изображениями не очень яркими, то это так называемый ближний или фотонный шум. Кроме того, у нас есть погрешности в численном представлении этих данных при оцифровке камерой, у нас есть дисторсия, аберрацию самого объектива, ну, и дальше можно перечислять достаточно много вещей, которые на самом деле не позволяют нам вот так вот теоретически легко решить эту задачу. С другой стороны, давайте посмотрим с вами, как будет выглядеть разное изображение при использовании функции рассеянной точки, которая более-менее похожа на ту, которую мы имеем в микроскопе. Представим, что у нас есть одна единственная точка, она меньше разрешения микроскопа в данном случае, и после того, как мы ее приносим под микроскоп, мы увидим вот такую картинку. Ее размер будет равен центральной диске R, при разрешении нашего микроскопа, предположим, те же самые 200 нанометров. Размер самой точки, предположим, у нас минимальный, пускай будет 1 нанометр. И вот эта операция, при которой мы наше изображение представляем при помощи какой-то другой функции, называется операцией конволюции или свертки. Соответственно, деконволюция – это обратная операция, когда мы пытаемся вернуть изображение, которое мы получили, к исходному изображению, получив опять вот эту вот отдельную точку. Предположим, что у нас теперь на изображении всего две таких точки отдельных. Тогда, в принципе, теоретически, еще на глаз мы можем увидеть, что здесь есть действительно две отдельных таких функции распределения точки. И операцию деконволюции провести достаточно легко. Давайте усложним задачу. Предположим, что у нас таких таких точек много. И, конечно же, теперь их интенсивности складываются. И картинка, которую мы получаем, ну, ее уже нельзя назвать простой для анализа. Если мы сюда добавим еще шум, который у нас всегда сопутствует нашему изображению, то понятно, что в математическом варианте решить такую задачу сложно. С другой стороны, у нас есть некая модель. Мы знаем, как такая функция распределения должна выглядеть. Если она у нас есть где-то отдельно отснятая, мы можем попробовать разместить эти модели на нашем изображении так, чтобы они были наиболее похожи на то, что мы видим. Сколько бы здесь точек нужно было бы поместить, в какую последовательность они должны были находиться, чтобы при помощи этой же функции конволюции мы получили исходное изображение. И, соответственно, мы можем таким образом каждый раз немножечко улучшать изображение, насколько-то искать, насколько это изображение похоже на модель, дальше возвращаться опять к модели, опять это изображение при помощи этой модели пытаться улучшить и сравнивать, насколько после каждого такого прохода наше изображение становится лучше. То есть мы могли бы решить эту проблему вот таким последовательным приближением, итерациями отдельными. Почему иногда еще до конволюции называется итеративной. Последовательно мы будем решать эту задачу не в численно в математическом виде, а за счет подгонки под известную модель. Понятно, что для того, чтобы мы могли реализовать такую работу, нам прежде всего необходима сама по себе вот эта функция рассеяния точки. Если у нас ее нету, пускай она будет теоретически получена или реально снята с микроскопа, то у нас не будет возможности и провести эту операцию. С другой стороны, на самом деле ситуация немножко упрощается тем, что в принципе мы можем решить еще одну задачу. Имея какое-то изображение наше реальное, микроскопическое, мы можем попробовать из него получить эту функцию распределения с известными, конечно же, погрешностями. Тут есть свои особенности, но теоретически, если ее нет, но есть хорошо снятое изображение, мы можем сразу же решить две проблемы. Первое, попробовать получить эту функцию распределения, и второе, использовать ее для реставрации нашего изображения, его контрастности, для того, чтобы получить что-то близкое к исходному изображению. Естественно, понятно и ограничение этого метода. Если у нас очень-очень много метки, если у нас очень много диффузно расположенного, скажем, флорохрома на расстоянии меньше разрешения микроскопа, то восстанавливать здесь нечего, мы не сможем этим методом нормально работать. Этот метод хорош именно для каких-то структурированных областей. Второе ограничение, которое здесь очевидно, мы должны с вами снять наше изображение с сохранением информации. Мы не можем получить жаргонно пересвеченные точки, жаргонно недосвеченные точки. Нам необходима вся информация, чтобы она была похожа, чтобы ее можно было сравнивать с моделью функции распиления точки. Если же есть такая потеря, то восстановление информации у нас в принципе как минимум затронено, как максимум невозможно. Давайте посмотрим на эту ситуацию еще раз графически. теперь уже для очень большого количества точек. У нас есть некая картинка черно-белая, у нас есть некая функция распределения точки, и результат конволюции этой картинки с этой функции распределения точки представлен с этой стороны. Так как здесь нет шума, то в принципе вернуться к исходной картинке можно было достаточно легко. Но в реальной микроскопии еще раз напомню, кроме того, что у нас много перекрывающихся объектов у нас еще добавляется шум и другие искажения. И задача восстановить вот такое изображение уже сильно испорченное в исходное она, скажем так, не очень просто решается. Давайте посмотрим, к чему может наша деконволюция на реальном изображении привести. Конечно, деконволюция чаще всего используется с флюоресцентными изображениями, но на самом деле есть алгоритмы, которые позволяют работать и с изображениями поглощающими так называемыми ассорбционными. Здесь снята функция рассеяния точки на данном изображении и она снята на самом деле как в фокусе, так и не в фокусе, чтобы показать просто, как она выглядит. И теперь мы можем использовать алгоритм, указав ему вот такую функцию распределения точки. И он будет пытаться на нашем изображении найти для каждой точки именно такую структуру. если он будет находить, значит эта точка находится в фокусе и ее нужно оставить в получившемся изображении. Если же какая-то точка никак не вписывается в эту модель, даже если мы соседние точки уже обработали, то эта точка просто из нашего изображения должна быть удалена, а в случае если у нас снята не одна двумерная картинка, а скажем трехмерная картинка, то свет вот такой рассеянной точки должен быть перенесен к ее источнику. Почему эти алгоритмы могут быть численными, почему после этого можно работать с яркостями. Ну и результат изображения, я думаю, здесь очевиден. Конечно, нельзя говорить об улучшении разрешения с точки зрения, например, китерия релея. Да, у нас как было расстояние, так оно и осталось. С другой стороны, у нас гораздо лучше стала контрастность этого изображения. И если говорить с точки зрения контрастности, возможности различить две точки на глаз или каким-то другим прибором, конечно же, доконволюция эту задачу решает. Поэтому формально роста разрешения, конечно же, здесь нет. Но если мы говорим о восстановлении контрастности, возможности увидеть мелкие детали, которые были потеряны за счет уменьшения контрастности, конечно же, в этом случае можно говорить о реставрации изображения. Но что еще нужно обратить внимание? На этом изображении некоторые точки являются дефектами либо самой камеры, грязь на матрице, либо дефектами грязи в где-то оптическом пути. И одна такая точка, которая мне абсолютно известна, точка, находящаяся здесь. Посмотрите, что произошло с ней после обработки алгоритмом. Как видите, вокруг нее появилась такая белая гала, которая явно является артефактом. Почему? Дело в том, что эта точка никак не вписывается ни в одну из этих моделей, и программа не знает, куда ее отнести. Она пытается подобрать модель насколько это возможно, но, естественно, приводит вот к таким вот артефактам, их называют артефактами кольца. Поэтому до конволюции нужно быть аккуратно, снято должно быть изображение без потери информации, желательно, чтобы не было никакой грязи или дефектов освещения, которые не вписываются в исходную модель. Естественно, это нужно делать на хорошем микроскопе, тут, к сожалению, никуда не деться, ну и самое главное, вы должны это снимать без потери разрешения, то есть с использованием того же самого критерия Найквиста или, как хотите, теорема Котельникова, как минимум в два раза больше точек, ну а лучше взять в три раза больше точек, чем количество оптических точек на вашем изображении. Либо, говоря другими словами, ваша точка на камере, единичный отсчет, должен быть в два или лучше в три раза меньше, чем тот размер разрешения, который вы получили, просто поставив значение формулы. Каким образом можно получить вот такую функцию рассеяния точки? Ну, в случае изображения проходящего света можно использовать так называемое нанозолото, коллоидное золото, раствор, где за счет изменения скорости реакции можно сделать маленькие кристаллики золота разного размера. Ну и, например, если у вас кристаллик золота размером пускай будет 100 нанометров, естественно, меньше разрешения микроскопа, естественно, его можно будет использовать для получения вот такой функции рассеяния точки. В случае же, если мы говорим о флюисцентном изображении, что гораздо чаще встречается, то я могу посоветовать тетраспеки. Это маленькие шарики из латекса, которые при изготовлении были смешаны с различными флорохромами. Спектры флорохромов, которые были добавлены в шарики, вы здесь видите. Видно, что возбуждение и спускание перекрывает весь полезный спектр, начинаясь от где-то 380, ну, идя до 800 нанометров, если мы говорим про испускание, а если мы говорим про возбуждение, то где-то от 300 нанометров до 700 нанометров у нас весь диапазон закрыт. То есть, такие шарики можно использовать в принципе для любых флорохромов, с которыми вы работаете. Под любой флорохром найдется какая-то комбинация, которая будет сколько-то светить. Дальше вы можете, если у вас, например, микроскоп позволяет это сделать, или если конфокальный микроскоп, это еще проще, вы снимаете функции рассеяния точки для, например, каждого канала, если у вас несколько каналов цвета используется, либо каждого положения на препарате, вы их теперь собираете, то есть, это направление, это Z, глубина, вы собираете теперь эти точки ваши вот в такие стеки, где видно, что функция рассеяния точки в данном случае не симметрична. Для человека, занимающегося оптикой, это сразу же показатель того, что здесь очень хорошо выражена сферическая аберрация. Если есть возможность с ней как-то бороться, это, конечно, нужно сделать заранее, если нет, то деконволюция частично позволит вам решить эту проблему, потому что она будет в виде модели использовать вот эту вашу реально измеренную функцию рассеяния точки. Но обратите внимание, в некоторых случаях у вас физической аберрации практически нет. В каких-то местах, померенных, например, близко к покровному стеклу, тогда это может быть, например, несовпадение коэффициентов преломления. Таким образом, если вам нужно получить реальную функцию рассеяния точки, вы можете купить эти тетраспеки с размером меньше разрешения вашего микроскопа. Раньше это было 150 нанометров, сейчас классически считается, что нужно использовать 100 нанометров. Более того, эти точки в малой концентрации вы можете добавить на сам ваш препарат, чтобы померить реальную функцию распыления точки прямо с тем участком препарата, который вы собираетесь восстанавливать, и использовать его для деконволюции. Однако, если вас не интересует абсолютно численное точное восстановление, можно воспользоваться математикой. Понятно, как описывается функция рассеяния точки, и ее можно создать чисто математически. И то, что мы с вами как раз сейчас будем делать с использованием программы Фиджи, это первое. Мы с вами получим функцию рассеяния точки для определенного значения, прежде всего, длины волны, числовой апертуры, коэффициента преломления среды, увеличение, которое было, чтобы нам понять, каков размер нашей точки, ну и нескольких других параметров, например, продольной сферической аберрации. Мы будем работать в виде примера вот с такой картинкой флуоресцентных клеток, она идет в комплекте с программой Фиджи в виде примера. Для этой картинки известны параметры съемки, и здесь есть несколько флорохромов в ДАПе, Алекса 488, Алекса 633, на самом деле метатрекер в данном случае, для которых максимум их спускания тоже известен. И мы попробуем с вами создать такую функцию рассеяния точки, теоретическую, и при помощи нее восстановить наше изображение для каждого канала, для, соответственно, красного, зеленого и синего отдельно. Понятно, что все три канала одновременно мы не можем, поэтому прежде всего нам картинку придется разделить на отдельные каналы. И для работы с этим плагином прежде всего мне придется объяснить о том, что такое плагины в программе Фиджи, и каким образом мы можем установить какой-то отсутствующий плагин, а в данном случае этот плагин не является плагином по умолчанию, в нашу программу для дальнейшей работы. Плагины, мы уже с ними работали, в случае программы Фиджи находятся в меню плагин и дополняют, расширяют функциональность вашей программы. Очень много плагинов можно найти на официальном сайте, достаточно много плагинов публикуются вместе с какими-то результатами обработки в научных статьях, чаще всего они с открытым исходным кодом, их можно загрузить, и в принципе плагин, так как это написано на Яве, это отдельный файл с расширением джар. Вот, к примеру, есть плагин полосоновского распиления цветов, с которым будем дальше работать, и установить его в программу Фиджи можно простым перетаскиванием на окошко, после чего программа спросит, что вы хотите с ним сделать, скопировать его, установить или обновить. В случае же, если у вас, как в данном случае, видите, она сразу же мне открыла директорию плагинов и предлагает мне его сохранить под каким-то именем. После этого сохранения, после перезапуска программы Фиджи, этот плагин у меня появится в этом меню, ну и давайте попробуем его теперь найти. Вот он, поасон nmf, мы можем его использовать. Иногда плагины имеют несколько файлов, это приходит в виде архива. Плагин параллельной итеративной последовательной деконволюции, как раз приходит в таком виде и если мы его откроем, то это будет сейчас он откроется, это будет архив, в котором содержится сразу же несколько отдельных файлов директории и внутри нее, как видите, есть сразу же несколько jar-файлов. Основной jar-файл это действительно сам все плагин, а дальше к нему добавлены библиотеки, необходимые для работы. К сожалению, здесь есть несколько неприятностей, связанных с тем, что некоторые библиотеки идут уже вместе с Fiji в комплекте, но они могут отличаться по своей версии. Например, версия, идущая с Fiji, может оказаться более новой или более старой, а плагин требует именно определенную версию данной библиотеки. Справиться с этим можно, хотя и не очень просто. при запуске после установки такого плагина, а установить его можно просто перетаскивая всю эту директорию, которая вам пришла в виде архива, напрямую в директорию Fiji, в поддиректорию плагины. То есть, если у вас Fiji установлен, например, на неком диске T, и у вас после того, как вы открываете Fiji App, есть поддиректория плагин, то то, что нужно было бы сделать в данном случае для его установки, просто перетащить всю эту директорию целиком, параллельно итеративной деконволюции, она у меня уже здесь скопирована, потому что мы с ней будем работать сюда. Теперь, если после этого действия и перезапуска Fiji у вас возникает ошибка, скорее всего, там будет описано, в чем именно проблема. Например, это может выглядеть таким образом, что будет написано, что такая-то библиотека с путем полным к ней содержится в запуске этой программы два раза. И вы можете решить, какую из библиотек вам удалить. Поэтому иногда на компьютере вам может быть необходимо иметь две или три директории с Fiji. Одна директория работает с каким-то одним плагином, но при этом вам придется удалить библиотеку для других плагинов, например, и так далее. Поэтому рекомендую пользоваться уже сборками готовыми или, что нам еще тоже понадобится, многие плагины, к счастью, можем установить гораздо проще. В меню Help, в меню Update, в случае, если мы его запустим, в конце проверки файлов у нас появится возможность добавить различные уже готовые сборки с учетом всех библиотек, с учетом всех возможных неприятностей. Как видите, у меня в данном случае как раз несколько таких плагинов стоит модифицированных локально, собранных вручную, поэтому я не буду автоматически это обновление делать. Но здесь есть кнопочка управлять сайтами обновлений. Если мы на нее нажмем, у нас появится уже готовый сайт обновлений, с которых нужны нам плагины, а для работы нам понадобится как минимум два плагина обязательных. Это плагин так называемый Bar, это плагин который называется Cookbook поваренная книга, это плагин EZFig и Scientific которые необходимы будут нам в дальнейшем для подготовки в этой программе рисунков для публикации, это плагин ImageScience который позволяет работать с трехмерной морфометрией которую мы сегодня будем делать. Ну и остальные плагины можно поставить уже взаимовести от необходимости вашей работы. Есть например плагины которые могут распознавать червя нематоды, его движения, оценивать разные параметры, есть плагины для работы с растениями, есть плагины для сегментации отростков нейронов, в общем здесь много полезных отдельных таких подпрограмм. Значит мы с вами смогли сейчас поставить в нашу Fidja как минимум плагин для деконволюции. У меня стоят вот эти два дополнения бар и кукбук которые нам потребуются и первое что мы с вами попробуем теперь сделать это создать теоретическую функцию распределения точки. Для этого в меню кукбук мы выбираем с вами деконволюцию и первый же здесь пункт дефракционно ограниченная точка в трехмерном пространстве. Давайте выберем этот пункт где нас спросят с вами о всените преломления среды о числовой апертуре объектива о длине волны с которой мы с вами снимали о наличии или отсутствии и выраженности в данном случае при максимально открытой апертуре сферической аберрации об увеличении данного объектива отношении размеров точки матрицы к точке которая у вас на препарате и теперь мы можем задать параметры описывающие в каком виде мы хотим получить функцию распределения точки ну во первых сколько мы хотим получить таких срезов и какой будет шаг этого среза в тех же самых единицах то есть в нанометрах если мы захотим создать такую трехмерную функцию распределения точки то например вот 128 нанометров мы можем поставить ширина высота функции распределения сколько срезов мы хотим сделать считая от центра то есть сейчас у меня стоит всего один срез и я получу функцию распределения ровно для положения функции распределения в фокусе моего объектива ну и разные параметры нормализации давайте я задам первую функцию распределения точки для флюоресцина в данном случае не нужно поменять в этом пункте только длину волны остальные параметры у меня уже для этой картинки стоят правильными просто так нажму окей программа мне скажет разрешение которое я получил бы используя такую функцию распределения точки ну так у меня картинка не откалибрована нормально то у меня это в пикселях в точках ну если калибровка будет правильная то у меня это будет уже в реальных единицах измерения как видно эту функцию распределения точки визуализировать достаточно сложно но мы всегда можем с вами для лучшего лучшей визуализации точки использовать псевдо цвета мы уже делали с вами это на прошлом занятии и за счет этого позволить себе увидеть это распределение несколько лучше ну как видите действительно есть такая точка есть у нее различные части мы можем еще с вами использовать изменение яркости контрастности чтобы вся функция распределения точки у нас была лучше видна и как видите вот она в таком виде на самом деле представляется и давайте теперь откроем наше изображение исходное которое мы с вами будем использовать для деконволюции heliocells она есть прямо в этой программке и первое что нам нужно сделать нам нужно это изображение разбить на три канала то есть я сейчас делаю дубль этого изображения чтобы мы могли его сравнивать я пойду в меню image color цвет и в этом меню выберу разбиение на каналов split channels у меня теперь три отдельных канала почему я разбил на канал почему я не стал делать конволюцию с исходным изображением у меня разная длина волны для разных флорохромов и если я попытаюсь с одной и той же функцией распределения сделать деконволюцию понятно что для каких-то флорохромов полученная мной теоретически функция распределения точки будет подходить идеально для каких-то она будет неправильная мы потом с вами сделаем несколько картинок с неправильными параметрами функции распределения точки и давайте теперь попробуем вот эту нашу зеленую картинку я сделаю опять же дубль чтобы нам было с чем сравнивать обработаю для деконволюции деконволюция двухмерная когда у меня есть только одна картинка находится в плагинах после установки этого фильтра в плагинах у нас появляется пункт параллельная итеративная деконволюция 2D выбираем этот пункт у нас открывается вот такое меню где мы выбираем во первых наше изображение в данном случае нас интересует второй канал C2 мы выбираем функцию рассеяния точки можем сразу же несколько функций рассеяния точки сделать для например разных красителей здесь только выбирать можем выбрать каким методом это будет мы пока выберем обычный метод стандартный и здесь мы можем попросить программу сделать указать сколько мы хотим с вами итераций использовать для подбора вот этой вот модели ну давайте сделаем 8 на первой итерации можем еще сказать чтобы программа нам показывала по ходу как будет меняться картинка и нажмем кнопочку деконволюция вот мы с вами получили изображение после деконволюции давайте сравним эти две картинки картинка исходная картинка которая получилась после деконволюции обратите внимание что весь внефокусный свет с этой картинки у нас исчез у нас теперь очень хорошо видны именно вот эти структуры отдельные давайте теперь попробуем сделать следующее попробуем сделать неправильные функции распыления точки и посмотреть к чему это приведет параметр который я буду использовать для получения неправильных функций распыления точки наверное я буду использовать длину волны и я попробую сделать теперь функцию распыления точки где я окажу длину волны какую-то очень малую пускай у меня будет например 300 нанометров для интереса и назову ее соответственно 300 чтобы ее ни с чем не спутать и сделаю еще одну такую же функцию распыления точки с какой-то очень большой длиной волны которая точно не соответствует моему флорохрому ни при каких обстоятельствах например ну давайте сделаем 800 нанометров уж больше там не получить длина волны ну давайте даже 900 чтобы была абсолютно видна разница тоже сделаем с вами здесь 900 как видите разрешение здесь уже почти 4 точки получилось функция распыления точки сама по себе на глаз при прочих равных значительно больше можем их сравнить между собой и давайте теперь попробуем провести такую же доконволюцию меняя в этом диалоге только функция распыления точки которую мы будем использовать первое 300 вот мы с вами получили и второе мы выберем с вами 600 или 900 900 в данном случае извините ошибся давайте сравним теперь что мы получаем при разных параметрах ну во первых когда мы указали слишком маленькую функцию рассеяния точки неправильную видите что произошло мы потеряли данные потому что она никоим образом не вписывалась в реальные вот эти данные с нашего препарата поэтому к сожалению конечно же нужно очень аккуратно относиться к выбору таких точек более того если мы сейчас попробуем посмотреть на нашем изображении несколько мест например вот здесь то мы увидим очень забавный артефакт здесь на самом деле микротрубочка такая свернулась практически в колечко в случае неправильно подобранных параметров видите у нас осталась одна точка ну и если мы теперь посмотрим то же самое для слишком больших значений видите какой артефакт интересный получился и более того если мы попробуем посмотреть какие-то участки где таких микротрубочек у нас много я попробую выбрать абсолютно тот же самый участок чтобы была возможность провести сравнение слишком большая функция правильная с точки зрения теоретической функции и слишком маленькая видно что в первом случае мы очень сильно потеряли информацию и это нам точно никакой образом не подходит во втором случае до конволюции прошла не полностью осталось некоторое количество нефокусного света тоже не подходит таким образом правильный подбор параметров нам абсолютно необходим для возможности работы с таким изображением давайте попробуем теперь сделать функцию распиления точки для других каналов красного и синего и собрать наше изображение для того чтобы мы могли его сравнить с исходным для красного берем 633 делаем точно так же идем в создание функции распиления точки здесь ставим 633 если я забыл ее переименовать поэтому мне придется переименовать отдельно rename и здесь это будет 633 ну и для дапи мне нужно будет сделать такую же с длиной волны 420 кукбук деконволюция дифракционно ограниченная функция 420 и назову ее тоже сразу же здесь же задам название чтобы она была имела название 420 чтобы ее ни с кем не перепутать начнем с красного изображения это был канал первый вот он берем функцию для первого канала рассеяние которое мы получили для 633 он не поменял свое название к сожалению потому что я переименовал потом но это на самом деле она и точно так же сделаем деконволюцию вот деконволюция нашего метатрекера ну и последнее канал третий и это будет уже дапи и функцию определения точки мы теперь возьмем 420 правильно тоже скажем сделать деконволюцию теперь мы можем с вами эти изображения после деконволюции опять объединить в один многоцветный файл для этого пойдем image цвет здесь у нас есть merge channels объединение каналов и выбираем c1 у нас будет c1 после деконволюции c2 зеленая c2 c3 красная c3 давайте на всякий случай пока оставим исходное изображение теперь мы можем сравнить с вами исходный файл который у нас был и файл который у нас получился после деконволюции как видите очень большое количество внефокусного света убрано на мой взгляд конечно деконволюция немножко жестко прошла где-то в параметрах я наверное немножко допустил ошибку но в принципе видно что изображение как бы немножко переобработанное с другой стороны если мы теперь захотим посмотреть на структуру отдельных частей цитоскелета естественно и сегментация и подсчет здесь будет гораздо проще более того если мы например на этой картинке решим провести колокализацию задавшись биологическим вопросом есть ли какая-то колокализация между например митохондриями и тубулином понятно что на данной картинке у нас есть желтый цвет то есть в принципе мы могли бы сделать ложный вывод о том что такая колокализация может существовать после деконволюции я думаю очевидно что перекрытия у нас нет желтых точек у нас здесь нет ну и соответственно понятно что если мы задались таким вопросом и на обработку взяли бы уже эту картинку то никаких ложных результатов мы бы с вами уже не получили таким образом мы с вами смогли поговорить о методе деконволюция о его применении в программе фиджа но я должен сразу же сделать замечание в плане применения именно этого плагина во первых мы с вами использовали теоретически сгенерированную функцию распределения точки если мы использовали снятую в микроскопе то таких проблем как подсчет вот этих параметров их точный подбор у нас бы не было кроме того могли бы использовать несколько функций распределения например для разных положений внутри нашей клетки ближе по кронному стеклу дальше по кронному стеклу ну и последнее гораздо более удобно для использования коммерческие продукты например тот же самый сви гюгенс выпускает замечательный пакет для деконволюции она очень хорошо сделана очень хорошо работает к сожалению пакет правда платный но насколько я знаю они дают бесплатный ключик на месяц и в некоторых случаях для проведения занятий этот ключик могут даже продлевать то есть если вы например будете показывать этот метод можно написать тому же самому гюгенсу и вполне вероятно они могут может быть могут дать ключик значит деконволюция на самом деле как мы уже говорили не увеличивает разрешение изображения с точки зрения физического разрешения но что же она нам дает для того чтобы это понять давайте попробуем с вами посмотреть на вот такую картинку где у нас очень плавно меняется яркость вот ее профиль как видите синусоидальный профиль изменения яркости и чем ближе к краю тем частота таких изменений больше предположим функция распределения точки нашей выглядит вот таким образом и после конволюции нашей точки картинки мы получим изображение примерно вот такое я думаю здесь очевидно в чем происходит потеря данных и почему нам деконволюция может помочь как видите контрастность нашего изображения при увеличении частоты начинает падать в принципе здесь разрешения нашего микроскопа еще достаточно могли бы увидеть эти объекты но посмотрите что произошло с контрастностью то есть огибающая контрастность у нас очень сильно здесь уменьшилась на исходном изображении как видите контрастность для всех значений частоты у нас абсолютно одинаковая и что бы нам на самом деле хотелось нам бы хотелось вот эту контрастность вернуть к исходной тогда даже мелкие объекты которые микроскоп в принципе разрешил но за счет контрастности мы не можем с вами увидеть мы бы опять же смогли визуализировать и за счет этого у нас была бы возможность их использовать для нашей уже научной осознанной деятельности видно что вот эта часть стала менее контрастной и мы с вами здесь данные потеряли чего делает деконволюция на самом деле здесь представлена картинка до деконволюция и после деконволюция здесь представлен тот же самый график огибающий для контрастности и посмотрите так как этот алгоритм использованный в данном случае не является абсолютно численным есть некоторое отступление вот правда но тем не менее огибающая теперь наша после восстановления контрастности выглядит как-то вот вот так есть конечно какие-то предпочтительные частоты и потом резкое падение к собственно говоря разрешение нашего микроскопа вот разрешение нашего микроскопа где-то здесь заканчивается в то же самое время огибающая которая у нас была выглядела вот так и вот область которая до конволюции нам позволила вернуть для исследования плюс мы убрали весь внефокусный свет если у нас выше ниже еще что-то было в идеале если у нас все хорошо подготовлено до определенной толщины препарата мы могли бы этот рассеянный свет в принципе убрать или уменьшить проблема которая здесь есть ну и первая проблема конечно в случае нашей до конволюции это несовпадение функции рассеяния точки реальной которая у нас имеется и теоретически рассчитанной предположим мы сняли вот такое вот красивое изображение в данном случае это по оси z по глубине соответственно мы должны были дорисовать с вами еще x и y то есть вот у нас по z такие полосы более яркие и более темные изображение которое мы с вами получили естественно за счет конволюции выглядит вот так но мы с вами использовали теоретическую рассчитанную функцию рассеяния точки то есть это ее центр это в фокусе выше нише если она расфокусирована и получили вот такую интересную картинку видите у нас все границы как бы так двоятся троятся множатся это естественно артефакт с другой стороны если бы мы с вами получили реальную функцию рассеяния точки вот она использовали бы ее для восстановления изображения то полученное нами изображение имело бы гораздо меньшее количество артефактов на самом деле в идеале их бы вообще не было отсюда становится понятно что в идеале нам нужно подобрать и очень внимательно отнестись к выбору функции рассеяния точки чтобы она была абсолютно похожа на настоящую если мы теоретически рассчитываем то это наша задача все параметры выбрать выверить подобрать чтобы не было никаких проблем если мы получаем с нашего препарата то мы должны получить либо на этом же препарате либо препарат с этими же микросферами например латексом должен был приготовлен быть точно в таких же условиях заключен в ту же самую среду точно так же выдержан с тем же самым покровным стеклом так же снят и так далее отсюда можем сказать что у нас есть несколько разных алгоритмов деконволюции то о чем мы говорили с реальной функцией рассеяния точки теоретической или полученной это так называемые не слепые варианты деконволюции non-blind здесь мы либо теоретически нашу функцию рассеяния точки получаем либо мы ее снимаем с реального препарата используя эту микросферку ну и соответственно получаем эту функцию рассеяния точки в каком-то тоже виде но уже реально предположим у нас здесь очень хорошая сферическая аберрация и мы получили вот такую несимметричную функцию рассеяния точки и стало понятно в случае так называемых слепых алгоритмов деконволюции мы можем вообще не задумываться над получением этой функции рассеяния потому что реально из нашего изображения мы можем получить и функцию рассеяния другое дело что мы можем проверить ее достоверность к сожалению и используя теперь эту полученную функцию рассеяния точки мы можем наше изображение обработать чтобы получить изображение с деконволюцией к сожалению несмотря на то что есть публикации о том что такие алгоритмы могут быть численными на мой взгляд отнести алгоритмы слепой деконволюции к численным ну как минимум сложно мы не можем проверить какая функция рассеяния точки у нас получилась у нас нет возможности сравнить насколько изображение которое мы получили является правильным ну и собственно говоря тут есть некие подводные камни с другой стороны функция вот такой слепой слепого подбора функции рассеяния точки она интересна тем что она может подобрать вам несколько таких функций рассеяния точки для объектов находящихся сверху вашего препарата снизу вашего препарата или предположим внутри вашего препарата коэффициент преломления немножечко меняется тогда функция точки тоже будет меняться так вот алгоритмы слепой деконволюции могут строить функцию рассеяния точки которую они получают для нескольких частей препарата для не слепой деконволюции вы можете примерно таким же образом поступить вы можете взять Ваш препарат и отснять несколько таких точек, которые могут оказаться вместе с вашим препаратом внутри. И для каждой из них получить эту функцию рассеяния точки. И сказать программе, что, скажем, для срезов на такой-то глубине использовать, на, скажем, самых ранних, которые ближе всего по кроме стекла, использовать вот эту точку, эту функцию доконволюции, для срезов вот этого уровня использовать, скажем, среднее между этими тремя. Ну и, например, для срезов вот этого уровня, последнего, самого глубокого, использовать вот эту. Таким образом, можно получить очень точное восстановление, количественное, позволяющее дальше работать с яркостью. На этом все, что касается доконволюции, мы с вами обсудили. Естественно, эта тема гораздо более широкая. И то, что я рассказал, это только некий теоретический обзор, который может помочь вам в дальнейшем, во-первых, с выбором подхода к доконволюции, слепая или не слепая. С тем, каким образом вы будете готовить препарат, будете ли вы в него добавлять эти микросферы, будете ли вы их делать отдельно или воспользуетесь, опять же, слепой доконволюцией. Ну и станет понятно, какие статьи читать при необходимости, например, получения уже численно верной доконволюции. Следующая тема, которую нам нужно рассмотреть, это работа с так называемыми многомерными изображениями. И нам нужно будет поговорить о таком понятии, как стэк-изображение. Мы с ним уже сталкивались в ходе нашей работы, но отдельно он объяснен, к сожалению, еще пока не был. Мы поговорим об основных операциях со стэками, что мы можем с ними делать, каким образом мы можем чередовать рисунки внутри этой пачки. Мы поговорим о так называемой регистрации изображений, то есть взаимном выравнивании нескольких картинок, которые мы добавляем в стэк, которые сняты с небольшим, например, поворотом, сдвигом или какими-то нелинейными даже изменениями. Мы с вами поговорим о возможности монтажа нескольких картинок, то есть склейки картинок, которые имеют некий кусочек перекрытия изображения между собой. Мы посмотрим, как можно работать с ортогональными проекциями, то есть как можем из стэка получить возможность посмотреть на него сбоку. И, естественно, нам нужно будет поговорить еще о других уже проблемах, которые имеют отношение к стэкам. Во-первых, многоканальным изображениям, ведь каждый канал изображения отдельный, снятый, флюоресцентный. Мы чаще всего тоже открываем в виде стэка, где у нас по Z, то есть по чередованию наших изображений, это всего лишь разные флюоресцентные каналы. Мы поговорим через занятие о так называемой цветовой деконволюции, проходящем для проходящего цвета для флюоресценции. Мы поговорим о колокализации, ратиометрических методах. Ну, а на этом занятии мы с вами должны будем еще поговорить об оценке движения, трекинге отдельных частиц, кемографии, ну и еще о таком полезном применении, которое называется расширенный фокус. Это наиболее полезно для тех, кто работает, например, с стереомикроскопом, при работе с какими-то макрообъектами. Ну, на самом деле, в микроскопических случаях тоже бывает полезно. Итак, говоря о стеках. Собственно говоря, в чем проблема? Почему не можем использовать просто набор изображений? У нас в стереоме возрастает мерность данных. Чаще всего мы работаем с одним числом каким-то. Это у нас нольмерные данные. Или одномерные, если хотите, так как это одно число. У нас может быть представление данных двумерных. Какой-то график. Но, опять же, в данном случае, если мы говорим о таком представлении, то это будут одномерные данные. То есть это просто последовательность чисел. Двумерные данные, но это все наши обычные картинки. Но добавим сюда, например, несколько каналов. У нас получились уже трехмерные данные. Добавим сюда возможность, например, еще, скажем так, z-представления. То есть представление о глубине. И мы получим с вами уже 4D микроскопию. Добавим сюда, например, еще один параметр. Предположим, время. И мы получим так называемую 5D микроскопию. В некоторых статьях сейчас очень гордо заявляют о том, что исследование выполнено с использованием методов 7D микроскопии. Ну, понятно, добавление новых измерений, оно не очень сложно. Тем не менее, 2D картинки обычные, с ними работать очень просто. С картинками, где у нас добавилось только одно измерение, например, z или канал, тоже очень просто. Они просто сложены друг с другом. С большими измерениями нам приходится уже прибегать к каким-то дополнительным ухищрениям. Таким образом, картинки, которые мы можем назвать, условно говоря, 3D, где 3D это либо каналы, либо глубина, можно использовать в виде так называемых стеков. А картинки с большими разрешениями, 4D, 5D, 7D, сколько хотите, можно использовать так называемые гиперстеки. То есть, многомерные массивы, которые также в MSJ поддерживаются. На самом деле, следующая версия программы Fiji, она основана на MSJ, будет уже объединять стеки и трехмерные, и многомерные. Работать с ними будет проще, но на данном этапе у нас будет два варианта. Стеки для трехмерных, ну и, соответственно, гиперстеки для многомерных. Давайте посмотрим о том, как такой стек получить и как с ним работать. Ну, начнем с самого простого. Предположим, у нас есть некая папка, где находится изображение, пронумерованное. И номера изображения вот таким образом возрастают. Ну и, собственно говоря, вот это возрастание номеров, это положение по, скажем, Z. Тогда импортировать такое изображение в программу мы можем очень просто. Через файл, импорт. И здесь есть возможность импортировать последовательность изображения. Import Sequence. Открываем. Выбираем, ну, например, первое изображение. На самом деле, можно выбрать любое. И после этого открывается диалог, в котором спрашивается, сколько картинок мы хотим открыть. Начиная с какой, через какой шаг. Например, нас не интересует открытие каждой картинки. Мы, например, хотим просто сделать превью, посмотреть, как с этим работать. Мы можем открыть каждую вторую картинку. Каждую четвертую, каждую десятую. Как угодно. Здесь же мы можем открыть только файлы, которые содержат в своем названии что-то. Предположим, в этой директории у вас два набора данных. TempStack и, там не знаю, TempStack2. И можно здесь задать, чтобы был открыт только первый набор данных, содержащих в названии файла, скажем, TempStack2. Здесь же мы можем преобразовать все файлы в 8-битные файлы. Черно-белые. Можем отсортировать их при помощи сортировки по номерам. Что такое сортировка по номерам? Иногда в названии файлов у вас нет вот этих ведущих нулей. Не 0, 0, 0, 1, а, скажем, там 1, 2, 3, а дальше 10. В случае, если у вас сортировка алфавитная, то после 0, скажем, 1 у вас пойдет сразу 0, 10. И так далее. В случае, если вы включите здесь сортировку числовую, то открыты эти файлы будут в правильной последовательности. 0, 1, 2, после 10 будет 11, 12. Это очень удобно. Если тот стэк, который вы хотите открывать, слишком большой, чтобы уместиться в памяти вашей программы, то можно использовать вот такую галочку «Использовать виртуальный стэк». То есть откроются не сами картинки, а ссылки на них, и подгружаться они будут уже по ходу работы с ними. Ну, у меня стэк маленький, поэтому данный параметр меня вполне устраивает. Я нажимаю «Ок» и получаю вот такое окно, где у меня все картинки друг за другом выстроены. И теперь я могу работать с ними, как с одной пачкой изображений. Единственная проблема, которая у меня пока здесь осталась, так как я их открывал как отдельные картинки, моя программа не знает, какой шаг между ними. То есть какая толщина. И если у меня, например, картинки еще к тому же не откалиброваны, то толщину мне тогда придется задать в тех же самых единицах измерения, то есть в точках. Если же я картинку откалибрую, я могу задавать это, например, в нанометрах, микронах и так далее. Где это можно посмотреть и задать? В меню Image есть меню свойства Properties. И в этих свойствах есть понятие глубины вокселя. Вот оно. Пиксель – это у нас вот этот квадратик изображения, которым я, конечно, говорил, что это никакой не квадратик, это просто зона, в которой мы усредняем значения с исходного изображения. Ну, воксель – это тот же самый условный усредняющий квадратик, только теперь уже в объеме, то есть куб. И у нас может быть не только в виде куба, но и в виде, скажем, параллелеграмма. Пускай у нас будет глубина, например, равна 5. То же самое есть галочка Global, где можем сказать, что все открытые картинки должны иметь такой же шаг между слоями. Все, мы с вами получили стэк, с которым дальше мы, в принципе, можем при необходимости выполнять какие-то действия. Какие действия со стэком мы можем сделать? Во-первых, нам может потребоваться удалить какие-то картинки из стэка. Например, какая-то картинка лишняя, либо сдвиг, артефакт какой-то. Все, что касается работы с отдельными элементами стэка, находится в меню изображения, Image, Stake, Stacks. И здесь есть возможность через меню Tools выбрать Stack Remover. Это та часть, которая может удалить какое-то количество картинок из стэка, либо одну картинку, если хотите. Stack Keeper, который позволит, например, сохранить только какое-то количество картинок. Sorter, который позволит их сортировать в первообратном порядке, если они неправильно открыты. Splitter, который позволит вам разбить ваш стэк на два отдельных стэка. И вот две еще важных вещи, которые нужно будет немножечко дальше объяснить. Это возможность очередования нескольких картинок в стэке. И наоборот, возможность разобрать несколько картинок в стэке на отдельные стэке. Когда это важно? Предположим, у вас микроскоп немоторизованный, и вы все снимаете вручную. И последовательность вашей съемки включает, к примеру, съемку двух каналов. DAPI и, например, Alexa 488. И вы переместились по препарату, скажем, по Z на какую-то глубину. Сняли первую картинку DAPI, вторую картинку Alexa 488. Дальше опять переместились, опять DAPI, опять Alexa 488. Таким образом, последовательность изображений, номера, которые есть, у вас постоянно растут. Но каждое нечетное изображение – это DAPI. Первое, третье, пятое, седьмое. Каждое четное изображение – это Alexa 488. Вторая, четвертая, шестая, восьмая и так далее. И можно использовать пункт DEinterleaf, то есть расчередовать изображения, которое вам разделит ваш стэк на четные и нечетные изображения, например. И вы таким образом сможете получить два стэка. В одном у вас будут картинки только DAPI, в другом только Alexa 488. Для того, чтобы можно было сделать так называемый, например, гиперстэк, где у вас будет теперь XY останется как есть, Z останется как есть, но добавится еще одно вот это дополнительное измерение, и у вас будет, в основном говоря, 4D стэк. Можно еще перемещать между собой, если необходимо, отдельные картинки внутри стэка. И это, так называемый, вот этот как раз стэк сортер. Если мы вызовем с вами эту панельку, то то, что откроется, это отдельные кнопки, позволяющие нам внутри стэка, во-первых, перемещаться, во-вторых, передвигать картинку текущую в любую часть стэка. Например, мы хотим вот эту картинку сделать первой. Сказали first, и видите, эта картинка теперь стала первой стэке. Или last. И вот эта картинка стала в стэке последней. Мы ее передвинули, она вот теперь последняя. То есть мы можем теперь пройтись по стэку, что-то удалить, что-то вставить. Если мы знаем точно, что мы делаем, этот сортер стэков будет очень удобен. Гиперстэки. С гиперстэками немножечко сложнее. К сожалению, открывать их просто как обычный стэк у нас уже не получится. Просто потому, что у нас гораздо больше каналов, чем наша программа может позволить себе показать. И, например, примером такого гиперстэка может быть два канала флуоресценции плюс съемка по времени. Давайте попробуем открыть такое изображение. Ну и прямой такой картинки у нас как раз с вами открылся, где у нас есть два канала. Здесь видите два цвета зеленый и красный. И у нас есть съемка по времени, где происходит миграция определенных клеток. И то, что мы открыли, это уже гиперстэк. Как видите, у нас просто под одним из ползунков, в данном случае, например, временем, у нас появился еще один ползунок канала. И мы можем этот стэк преобразовать, например, из гиперстэка в отдельный стэк обычный. Например, разбив на два канала, и у нас тогда получится с вами два стэка, в каждом из которых будет только свой канал. Как это можно сделать? Изображение. В данном случае, так как у нас цвета, то цвета. И здесь сплит чаннелс. Мы с вами получили два отдельных. Теперь уже не гиперстэка, а стэка, которые имеют всего лишь трехмерное представление. Х, Y и в данном случае время. Как их объединить? Можно объединить также через цвет, а можно объединить через изображение, гиперстэки. И здесь вот стэк в гиперстэк. Можно выбрать два стэка, которые мы хотим. И они будут преобразованы в гиперстэк, где будет еще одно измерение. Таким образом, стэк нам удобен тем, что у нас находится сразу же несколько проекций нашего объекта, если мы говорим, во-первых, о стэке по оси Z, то есть по глубине. Давайте посмотрим, как работать с таким стэком на примере, имеющейся в программе стэка, где представлено изображение главы мухи. Вот Flying Brain называется. Картинка, сейчас она откроется. Вот такой вот стэк, где два канала флуоресценции. И в данном случае внизу не время, а как раз-таки глубина. В принципе, можем его анимировать. Программа сама будет его за нас двигать, если мы хотим посмотреть. Что мы можем прежде всего сделать? Во-первых, нам может оказаться не очень удобно смотреть наше изображение в таком виде. И мы можем попросить программу показать нам ортогональные проекции нашего стэка. Стэки и в данном случае ортогональные проекции. Orthogonal Views. Вот у нас к нашему изображению добавилось еще два изображения, которые, видите, меняются совместно. Но в данном случае не очень удобно нам так смотреть, потому что, как видите, все изображение немножечко перекошено. Оно под 45 градусов. И на самом деле мы можем весь стэк целиком при необходимости, например, переориентировать. Для этого нам нужно будет пойти в меню изображения. Трансформация. Здесь есть Rotate. Поворот. И в повороте мы можем задать, во-первых, превью, чтобы увидеть, как будет выглядеть наше изображение после поворота. Примерно хотим вот так, чтобы оно повернулось. Можем задать, чтобы изображение было увеличено при повороте, чтобы ничего не потерять. Ну и каким образом будут пересчитаны точки после поворота? В данном случае самое точное будет бикубическое преобразование, хотя и самое медленное. Давайте нажмем OK. Ну и как видите, сейчас ситуация сильно улучшилась. Мы теперь можем точно так же сказать в стэке ортогональные проекции. И они действительно теперь полностью ортогональны. Мы, например, можем увидеть, что есть некоторая структура, грибовидные тела, вот таким образом идущие. То, что на предыдущем срезе нам было гораздо сложнее увидеть и сориентироваться. Кроме этого, нам может понадобиться посмотреть какой-то стэк, который мы получили в так называемой проекции. Либо трехмерной, либо Z-проекции. Мы сейчас подробнее это с вами рассмотрим. Когда это необходимо? Предположим, у нас есть конфокальное изображение, есть целый стэк картинок. Но, так как это изображение конфокальное, то видеть вы будете в этом изображении, естественно, только один срез. Предположим, у нас будет вот такое вот изображение, где у нас остались в одном из каналов только ядра, окрашенные по дайпе. Ну и, как видите, отдельные срезы не дают всей картины. Нам бы хотелось увидеть то, что называется максимальной проекцией с этого среза. То же самое, если взять другие каналы, где представлены отдельные клетки, видно, что каждый из этих каналов, к сожалению, так как это отдельный срез, не дает представления о том, что же перед нами. Для того, чтобы сделать так называемую Z-проекцию, то есть сложить все изображения в нашем стэке, используя какую-то функцию для каждой точки в координатах, определенных х и у. Мы можем пойти в изображение, в стэке, и здесь функция Z-проекция. При этом мы можем задать, как мы хотим эти точки с одинаковыми координатами х и у внутри всего стэка сложить. Теперь мы хотим взять точку максимальной яркости. Ну и то, что мы получаем в данном случае, естественно, гораздо лучше отражает всю картину. Мы получили с вами изображение, которое можно сказать изображением максимального фокуса, что ли, для наших препаратов. В некоторых случаях ориентацию стэков нам нужно сделать не только вот таким образом, как мы пока что делали, когда мы просто повернули внутри одной плоскости, а изменить плоскость, по которой мы вообще наш препарат режем. И сделать это можно достаточно легко, так как у нас много таких срезов. Мы можем использовать линию, вдоль которой мы хотим получить еще один срез. Например, мы хотим вот такой косой срез получить по какой-то причине, например. И так как у нас отсняты внутри нашего стэка все положения, мы теперь можем использовать меню стэк. Меню, например, динамической перерезки с стэка. Динамик Реслайс. В данном случае, если мы теперь будем двигать вот эту линию, то вдоль нее, как видите, будет происходить и получение изображения новой плоскости среза. Когда это бывает важным? Предположим, вы работаете со структурами, которые линейно упорядочены. И вам никак не попасть в плоскость среза. Вы делаете более-менее толстый срез, вы его снимаете на конфокальном микроскопе. А потом вы можете просто, указав, что новой плоскостью среза будет плоскость, проходящая, скажем, под таким углом, ваш срез уже виртуально как бы порезать под другим углом. И таким образом сможете увидеть ваше изображение для структур, проходящих именно в этой плоскости. Вот как в данном случае мы можем увидеть те структуры, которые, например, так были бы видны не очень хорошо. Естественно, мы можем сделать и проекцию не только Z, но и любую другую. Мы, например, можем наш стэк получить в проекции сверху, к примеру, сбоку. Давайте попробуем это сделать. Стэки. Реслайс. Там у нас был динамический реслайс, здесь просто реслайс. С какой стороны нашего стэка мы хотим получить, например, сверху? Хотим ли мы повернуть? Хотим ли мы отразить? Нет, не хотим. И вот мы получили с вами еще один стэк, который переориентирован, теперь видите, сверху. С которым можем точно так же работать при необходимости. И, естественно, это все будет работать только в том случае, когда у вас глубина вашего стэка правильно задана. То есть, когда программа знает, какой шаг в тех же самых единицах смирения у вас находится между соседними срезами. Где это проверить, где это изменить? Изображение. Информация. Либо, если вы хотите это изменить, вы можете это напрямую изменить здесь же в свойствах изображения. Изображение. Image. Свойства. Properties. И здесь вы можете посмотреть, какая в данном случае для этого стэка глубина. И вот единица измерения в данном случае, видите, микрона на самом деле. Что еще можно сделать со стэком? Иногда представлять данные вот в таком виде не очень удобно. Потому что не всегда можно записать видео. Не всегда есть возможность его продемонстрировать. А бывает необходимо продемонстрировать несколько отдельных срезов. Как это можно сделать? Давайте я для удобства уменьшу изображение, чтобы у меня было несколько быстрее. Так как это у меня стэк, я могу пойти в изображение. Здесь в меню стэков я могу выбрать так называемый монтаж. Make montage. Вот он. Где я могу сказать, сколько я хочу в таблице с отдельными картинками получить рядов и строк. Хочу ли я увеличить или уменьшить мое изображение? Давайте я его уменьшу для удобства в половину. Первое и последнее, которое будет через сколько я хочу делать. Например, я хочу взять только каждый второй, например, срез. Или можно каждый первый взять. Бордюр между срезами. Можно каждый еще из них подписать. Сказать окей. И вот что мы с вами получили. Видите, каждый срез у нас теперь в табличке отдельно, подписанный по номеру. Если бы у среза был бы какой-то свой, какое-то свое название, например, время, при котором сняли, или глубина в микронах, вы могли бы здесь заставить программу еще и подписать срезы в таком виде. И, конечно, для представления в виде дополнительных материалов в журнале или в презентации это очень удобно. Ну и последнее, что можно сделать. Можно представить ваше изображение в виде проекции уже в трехмерной плоскости. Мы будем рассматривать с вами возможность трехмерной реконструкции и использования проекции отдельно. Поэтому в данном случае это только в виде демонстрации. Подробно я сейчас останавливаться не буду. Но в меню плагин есть так называемый 3D-вьювер. Если мы его с вами вызовем, то он нас спросит, что мы хотим, какой стек визуализировать, что мы хотим получить, скажем, проекцию, какие цвета использовать, начиная с какого цвета, какой яркости цвета мы хотим все-таки, чтобы картинка у нас получалась. И ресейплинг – это увеличение или уменьшение картинки. Пускай будет единичка. И тогда после некоторой обработки, сейчас она как раз закончится, мы получим вот такую картинку, которую можно теперь поворачивать и показать в наиболее выгодном свете. Более того, в принципе, можно даже, если необходимо, снять ролик, задать здесь поворот, который необходим, задать то, при каком повороте сколько кадров вы хотите сделать, сохранить это опять же в виде стека, ну и в программе это можно экспортировать, например, в виде GIF-файла, либо в виде MPEG-файла, если у вас установлен соответствующий плагин уже для демонстрации. Опять же, про трехмерное мы будем с вами в дальнейшем еще отдельно обсуждать, поэтому это скорее в виде возможностей того, что можно сделать. Ну и последнее, что бывает часто нужно, это монтаж цветных изображений по каналам. Некоторые журналы требуют, чтобы вы предоставляли не просто цветное изображение в таком виде, где у вас уже разные цвета собраны, а либо обрабатывать его специальным образом, чтобы для людей с повреждением цветового зрения была возможность увидеть каждый канал отдельно, например, заменить красный цвет на мадженту и, соответственно, зеленый, скажем, на желтый цвет. или разбить это отдельно на каналы. Точно так же вы можете это сделать для изображения вот такого вот GB, если оно у вас есть, при помощи того же самого разбиения в стек. Для этого первое, что нужно сделать, ваше цветное изображение преобразовать в стек из трех черно-белых изображений. Меню изображения, меню цвета и здесь есть вот такой пункт Channel Tool, то есть инструмент для работы с каналами. После того, как его откроете, вы теперь можете каждый из каналов отдельно открывать, а само изображение у вас, видите, преобразовалось в стек, у вас внизу появился ползунок, к которому вы можете между отдельными каналами передвигаться. После того, как вы это сделали, вы можете работать с этим изображением, как со стеком и точно так же через меню стеки, через меню сделать монтаж, указать, что вы хотите теперь создать монтаж этого изображения. И вот мы получили с вами для публикации в журнале панель из трех разбитых на разные цвета уже изображения. На самом деле их можно сделать и черно-белыми, если хотите, поставив соответствующую галочку. Что можно делать, если у вас есть два стека? Есть операции, которые позволяют стеки А и Б в данном случае, например, объединять в один стек. Причем объединять их можно по-разному, в зависимости от ваших задач. Во-первых, можно просто стек один, а добавить в хвост другому стеку Б или наоборот. Получить один стек, который продляется просто друг за другом. Вы можете объединить стеки через операцию комбайн, объединение. И тогда они у вас просто будут располагаться друг рядом с другом. Если они одинакового размера, например, их вообще удобно тогда склеивать, вы можете использовать операцию чередования или дечередования изображений. В случае операции чередования у вас для стека Б будут четные значения 2, 4, 6. Для стека А у вас будут нечетные номера внутри стека 1, 3, 5. И они, как видите, будут чередоваться друг за другом. Ну и, соответственно, операция дечередования обратно разобьет вам эти стеки таким образом. Следующее. Если у вас необходимо вставить один стек в другой, например, вы взяли для стека какой-то участок увеличили, который вы хотите показать в дальнейшем под большим увеличением, вы можете его при помощи операции stack insert добавить просто поверх вашего изображения для каждого изображения в стеки. Ну и операции группировки. Монтаж мы с вами уже рассмотрели. На самом деле есть обратная операция, когда из монтажа можно сделать стек. Операция выделения отдельного под стека, когда мы хотим только какие-то картинки. Операция преобразования всего стека в отдельный набор изображений, с которым можно работать. И операция сортировки. Самая простая операция – это изменение порядка в стеке на обратный, когда у вас первый срез становится последним. Или, в принципе, это можно сделать вручную, переставляя уже внутри стека положение ваших изображений по желанию. Но если вы получили ваш стек, например, с электронной микроскопией или с оптической микроскопией, когда вы снимали ваш препарат, например, по времени. Понятно, что в таком случае какие-то части препарата могут сдвинуться или весь препарат целиком может сдвинуться. И тогда эти изображения было бы хорошо выровнять относительно друг с другом. В этом случае мы должны с вами поговорить об операции ко регистрации изображений по-русски, либо регистрации просто по-английски. И если мы будем говорить об этой операции, то искажений между картинкой исходной и картинкой последующей, пускай это будет съемка, например, по времени, может быть несколько. Ну, первое. Картинка может просто сдвинуться. Это операция трансляции. То есть картинка просто сдвинулась на какое-то количество точек в каком-то направлении. В данном случае вот по диагонали. У нас картинка может повернуться. Опять же, тем, кто работает с электронной микроскопией, такая неприятность, хорошо знакома. Если вы чуть-чуть изменили параметры линз, в принципе, изображение может повернуться. У вас может быть снято изображение с немножечко разным масштабом. Опять же, для электронной микроскопии, в принципе, вещь достаточно частая. Или, например, у вас серийные срезы. И понятно, что один срез, например, у вас во время расправления на водяной бане расправился чуть больше, другой чуть меньше. Это выравнивание при использовании скеллинга, то есть увеличение. У вас, возможно, произошел сдвиг вашего изображения при помощи линейного растяжения. Просто препарат, когда, например, вынимали из ванночки, вы когда его вытягивали, немножечко стекло повернули. И вот таким образом будет тогда вот такое искажение видно. Если вы снимаете что-то на камеру в трехмерном представлении, например, книгу, понятно, что тогда она может быть снята еще и под разным углом. И в данном случае то изменение, которое произошло между исходным изображением и следующим, будет называться афинным изменением. Они тоже могут быть нужны. Ну и последнее, что может быть, могут быть некие нелинейные изменения, когда видите ни одну из этих функций, вы не можете два изображения выровнять. Пример такого. Вы, например, сделали гель. Понятно, что если вы будете делать второй гель, то абсолютно таким же у вас никогда не получится. Особенно, например, двухмерный гель. И для того, чтобы их теперь сложить друг с другом, вам нужно будет использовать специальные операции корегистрации, так называемые нелинейные, которые позволят создать карту деформации и выровнять ваше изображение так, чтобы можно было каждую точку вашего геля наложить на соответствующую точку исходного геля, например, вот как в данном случае. Каким образом эта корегистрация изображений делается в программе FIDGE? Начнем мы с очень простых вариантов. И когда нам потребуется с вами сделать такую регистрацию, мы возьмем обычный набор изображений, полученных на электронном микроскопе. Давайте попробуем открыть такой стэк. Мы с ним уже с вами работали. Вот наш стэк, с которым мы с вами уже работали. И если мы посмотрим на него внимательно, то видно, что отдельное изображение не очень хорошо выровнено относительно друг друга. Пройдусь по нему еще один раз, чтобы это было очень хорошо видно. Мы, конечно, можем вручную выровнять этот стэк. И мы это будем делать через два занятия, когда будем говорить о трехмерной морфометрии, о создании уже не проекций, а реконструкции изображения. Но на самом деле во многих случаях можем себе задачу сильно упростить. Если у нас действительно не очень большие искажения, то мы можем использовать специальный плагин. Я сделаю дубль моей картинки, чтобы можно было работать на ее копии. Есть плагин в меню регистрации, который называется линейное выравнивание стэка при помощи опорных точек сифт. Давайте мы его вызовем, посмотрим, что получится. Что он нас спрашивает? Ну, здесь разные параметры алгоритма, которые в основном работают хорошо, их можно не менять. То, что касается поиска как раз вот этих точек для выравнивания и их описания. А вот то, что нас может интересовать дальше, это с какой максимальной ошибкой мы хотим его выровнять и какое преобразование мы с вами делали. У нас есть несколько преобразований, которые мы с вами рассматривали. Трансляция – это просто сдвиг изображения. Rigid body – это когда у вас картинки не меняют своих размеров, то есть нет изменения по размеру, но они могут еще кроме трансляции поворачиваться, сдвигаться и так далее. И, конечно же, для электронной микроскопии в принципе преобразования твердого тела, наверное, будут наиболее нам удобны. Есть еще по похожести similarity и афинные преобразования, которые учитывают все возможности поворотов изображения в пространстве. Давайте использовать rigid body. Давайте включим интерполяцию еще здесь и посмотрим, как этот алгоритм, к сожалению, займет некоторое время, выровняет нам наш исходный стэк. Чем больше изображений, тем, конечно, медленнее работает, поэтому, естественно, лучше вначале попробовать выровнять на какой-то небольшой части вашего стэка. И посмотрим, что у нас получилось. Видно, что стэк оказался выровнен гораздо лучше. Все синаптические структуры в данном срезе очень хорошо видны, повторяемо. И видно, что у нас изображения этих серийных срезов были сняты немножечко, как минимум, под разным поворотом, но еще и со смещением. Для сравнения стэк, который рядом. Видите, как структуры здесь очень сильно прыгают от одного среза к другому. После регистрации этой пачки изображений хорошо видно, что у нас теперь очень ровненько все структуры друг за другом находятся. Из исключения, может быть, вот этого изменения, где, видите, произошел поворот нашей картинки очень значительный. Но такой поворот, естественно, исправить будет легче, потому что остальные картинки после поворота у нас опять выровнены нормально. Здесь можем вручную сказать в программе, что вот после этого значения, после, скажем, в данном случае 11-го среза, нам нужно повернуть наш срез где-то, наверное, на 15-12 градусов и все срезы за ним точно так же повернуть на это значение. И, в принципе, мы получили с вами такой практически идеально выровненный стэк, с которым мы дальше можем работать, например, для уже какой-то морфометрии, если нам это с вами понадобится. Таким образом, мы с вами рассмотрели возможность регистрации изображений, если у нас было смещение и поворот наших картинок между соседними срезами в стэке. Как видите, это сделать можно достаточно легко. И, на самом деле, есть несколько плагинов, позволяющих это сделать. Немножечко устаревший, но наиболее простой в использовании это стэк-рек. Он очень быстрый. К сожалению, его нужно ставить будет отдельно. Он теперь считается устаревшим и в составе программы уже не идет. Ну и тот плагин, который я показал, сейчас рекомендуется к использованию. Кроме двухмерной морфометрии, если у нас стэк теперь так хорошо выровнен, мы можем с вами попробовать сделать так называемую трехмерную морфометрию. Один из вопросов, которые я получил после предыдущей лекции, это о том, как теперь можно учесть, что у нас несколько объектов перекрываются по глубине, то есть по z. И первое, что нам нужно сделать, это на самом деле снять это на конфокальном микроскопе, либо снять на обычном микроскопе и сделать деконволюцию в виде стэка, либо в идеале это получить изображение конфокальное и сделать деконволюцию, чтобы у нас теперь по z объекты были более-менее хорошо по контрастности разделены. Если у нас имеется теперь такой стэк, а давайте мы его откроем, то мы можем отдельные объекты внутри нашего стэка использовать уже для подсчета их в трехмерной плоскости. Стэк с клетками головного мозга, который мы с вами уже видели, и здесь один из каналов, это канал как раз-таки DAPI, где видны отдельные ядра. И как видите, здесь очень хорошо видно, что если мы будем идти по глубине, мы увидим очень большое количество перекрывающихся ядер. Давайте мы этот стэк разобьем на отдельные каналы. Нам с вами понадобится только канал DAPI, поэтому Image, Color, Split Channels. Все, кроме DAPI, я закрою, чтобы оно нам не мешало. Более того, я думаю, что нам не стоит работать на таком громадном стэке. Это будет достаточно долго, минуты для обработки, поэтому я вырежу из него какой-то небольшой участочек для демонстрационных целей. Ну, а понятно, что то же самое можно сделать и на полном изображении. Вот наши ядра в данном случае видны. Мы можем сделать максимальную проекцию, чтобы убедиться, что многие из них перекрываются. Image, Stacks, Z-проекция, максимальная интенсивность. И видно, что такую картинку сегментировать струнительно. По сути дела, все ядра перекрываются между собой. 40 микрон по толщине это очень и очень и очень много. И, соответственно, если мы хотим теперь посчитать, например, количество ядер, их объем, их профильное поле, все, что хотите, нам нужно их сегментировать, к сожалению, будет в трехмерном пространстве. На самом деле, сегментация очень похожа на ту, которую мы делали и до этого. И первая часть этой сегментации, во-первых, мы сделаем дубль нашего изображения, чтобы работать на нем. Во-вторых, так как изображение конфокальное, достаточно шумное, то, что здесь хорошо видно, мы можем сделать, использовать фильтр медианный для того, чтобы иметь более красивые уже структурки. Для этого мы пойдем с вами в меню процесс, фильтры. И здесь можно будет выбрать медиану, но теперь уже в 3D-варианте. То есть мы будем учитывать с вами еще и срезы. Так как снято это с учетом разрешения микроскопа, то можно поставить правильное значение. В данном случае по x и y у меня в 2 раза сделано больше, чем разрешение микроскопа точек. По z в 3 раза. Поэтому мы можем использовать эти параметры. Стэк получился более гладким. Теперь нету этого шума. Если мы увеличим какую-то картинку, то видно, что изображение ядер стало гораздо более ровным, чем то, что было. Теперь нам их нужно с вами отсегментировать. То есть опять же отнести какие-то из них к фону, какие-то из них приравнять значению объекта. Ну а перед этим, в принципе, можем попробовать визуализировать. Программа досчитала нам проекцию этой картинки. Мы теперь видим, что у нас ядра по z достаточно хорошо разделяются, по x и y тоже. Но если мы возьмем проекцию сверху, например, многие из них перекрываются. Если посмотрим сбоку, мы увидим, что на самом деле это отдельные ядра, просто лежащие, как в данном случае, вот с этим ядром, друг над другом. Мы можем точно так же привести сегментацию по яркости изображения. В принципе, можем точно так же использовать и размытие, например, гауссовское. Точно так же есть бинарная операция. Но для этого нужно установить специальный плагин, после чего у вас появится вот такой вот набор, который называется 3D, где есть разные способы сегментации, разные бинарные операции, в том числе и вводы раздела, о котором мы говорили. Теперь кроме менеджера выделений двухмерных, у нас появляется менеджер трехмерных выделений, с которыми мы сейчас как раз и попробуем с вами поработать. После получения изображения, мы его нужно, как я уже говорил, отсегментировать. И для сегментации, так как нам нужно эту сегментацию сделать в трехмерном режиме, нам нужно наше изображение преобразовать в бинарное. Но прямого такого преобразования, как раньше у нас нет, нам придется пойти в меню плагинов, в трехмерный теперь уже плагин. И здесь есть возможность простой сегментации, 3D Simple Segmentation. Выбираем его. Я знаю, что у меня яркости моего объекта начинаются с 20. Я знаю, что размер моего объекта минимальный 25 точек, которые мне интересуют. Я могу нажать теперь ОК. И я получу два изображения. Первое изображение – это изображение от сегментированных объектов. Вот они. И здесь цветом указано, с какого среза они начались. Понятно, что чем дальше, тем это будет ярче. Ну и второе изображение – это бинарное изображение, где у меня только остаются два цвета – черное и белое. То есть только фон и только объект. После этого я могу произвести так называемое разделение объектов на отдельные объекты. Это функция Watershed. Мы с ней уже с вами встречались. Плагин трехмерная. И здесь у нас, вот он, Watershed Split. Мы хотим не просто разделить, но и действительно прорисовать между этими объектами точками со значением фона. Выбираем Watershed Split. И здесь нам нужно будет указать, прежде всего, изображение. Это bin. Какое изображение у нас будет изображением, откуда начнется расширение этих областей. Можно сказать, автоматически он тогда сделает некий файл с расстоянием, где будет цветом закодировано расстояние от края объектов, выделенных. Ну и радиус, на котором будет происходить деление минимальный. Для моего объекта это около 8. После того, как мы нажмем ОК, мы с вами получим несколько изображений, которые мы дальше можем использовать. Одно из изображений будет изображением, которое позволит пока он будет считаться, я его уберу. Одно изображение позволит нам увидеть, как наши объекты разделились. А второе изображение будет изображением так называемой эвклидовой карты дистанции. То, что как раз использовалось для подсчета. Вот первое у меня уже появилось. Здесь видите мои же точки, где цветом закодировано положение их от края. И вот у меня появилась вторая картинка, наконец-таки. Это картинка, которая уже разрезала объекты, которые были слиты. Видите, один длинный объект теперь разрезан на три. Здесь объекты теперь разделены отдельно. Если посмотрим дальше, ну вот здесь некоторая ошибка явно в алгоритме. Но вот эти объекты разделены хорошо. То есть, в принципе, этот, здесь тоже они разделены правильно, этот алгоритм сработал так же, как и для двухмерных изображений. И, в принципе, мы можем теперь эту картинку сделать трешхолд обычной через adjust, трешхолд. И после этого мы можем получить с вами изображение, где у нас останутся только объект и фон. Вот такой вот. Видите, у нас объекты все разделены. В принципе, можем теперь пойти в плагины, выбрать 3D Viewer. И после некоторого времени работы у нас появится трехмерное представление нашего уже сегментированного объекта. Видите, отдельные ядра теперь сегментированы. Это отдельные объекты, которые мы можем теперь при необходимости посчитать, каждый из них отдельно измерить. Ну и для того, чтобы произвести измерения, нам теперь нужно будет пойти в меню, опять же с этой картинки, плагины 3D и здесь 3D Manager. Откроется окно с большим количеством опций. И первое, нам нужно вот этот наш стек, где у нас только объекты фона, больше ничего нету, перенести в этот менеджер. Для этого мы говорим на этой картинке, например, 3D Segmentation. Понятно, что у нас только 0 и единичка, так что вполне устраивает уровни 128, после которого будет считаться, что это объект. Сейчас посчитает нам наше изображение, разделит его на объект и фон, и после этого у нас появится список посчитанных областей в вот этой части. Таким образом, у нас теперь появились отдельные объекты трехмерные. Мы можем попросить программу их показать в живом режиме. Поставим живой режим, и вот выбирая какой-то объект, мы теперь видим этот объект уже на тегментированном изображении. Например, давайте выберем какой-нибудь объект побольше размера, чтобы с ним было удобно. Вот этот объект здесь обведен. И видите, теперь его желтое обведение. Здесь, чтобы увеличить картинку, чтобы это было лучше видно, сохраняется на всех срезах, где этот объект присутствует. Он посчитан как один объект, несмотря на то, что здесь есть явное перекрывание нескольких объектов по оси Z. Под ним через некоторое время появляется еще какой-то объект, над ним еще есть объекты. Мы можем при необходимости теперь какой-то объект или какую-то группу объектов, выделив, посмотреть их вот в этом 3D-вьювере. Например, меня интересует только один объект, который выделился, и вот я его могу теперь в реконструированном таком виде посмотреть. Ну, понятно, что объект небольшой, поэтому реконструкция не очень интересная. Могу выделить группу объектов и тоже попросить их реконструировать в 3D-вьювере. И также посмотреть только эти объекты, которые меня интересовали, где они расположены. Я могу для этих объектов померить, например, выделить все, они все выделились, и померить их в трехмерном уже варианте, где я получу табличку для каждого объекта, параметров которых у нас еще пока не было. А именно, я получу объем, я получу по x, y, z минимальное и максимальное расстояние, на которых они имеются, и объем я получу и в единицах измерения, которые у меня были, например, в микронах, и в точках. Я получу площадь поверхности, если мне это будет необходимо, сферичность объекта, если мы говорили, там у нас была округлая, здесь насколько он на сферу похож, сферичный в данном случае, и некоторое количество других параметров, которые я пока не рассказываю, они понадобятся вам, только если вы будете заниматься уже отдельно трехмерной морфометрией. Что у нас получилось сделать? Мы с вами увидели, как нам стэк выровнять, мы с вами обработали стэк вначале при помощи медианного фильтра, чтобы убрать шум, после этого мы сделали через трехмерное, через меню трехмерных плагинов трешхолдинг этого стэка, то есть отнесение к объекту и фону, после этого мы сделали water shred, водораздел, чтобы разделить те объекты, которые оказались слиты между собой, попутно мы сделали себе визуализацию этих объектов в трехмерном виде, вот такую, чтобы мы могли посмотреть, как они находятся, где они имеются, после этого мы с вами вызвали ROI менеджер, мы с вами открыли картинку сегментированную, и здесь нажали сегментацию и добавить. у нас добавились в этот список все объекты, которые мы получили, у нас 633 объекта, в итоге на таком небольшом участке оказалось, и мы с вами, нажав кнопку посчитать, посчитали в данном случае для этих объектов морфометрические показатели, которые нас интересовали. Обратите внимание, здесь подсчет, конечно, гораздо более точный, чем на двухмерной проекции. Кроме того, мы могли бы указать при сегментации, чтобы, например, в расчет не брались объекты, лежащие на границе нашего участка, те, которые у нас вот здесь, вот, например, разрезаны частично. Ну и последнее, когда мы будем говорить с вами дальше о колокализации, мы могли бы посчитать такое для двух каналов, оба этих канала поместить в эту программу, здесь есть мерч, добавить из другого, и после этого мы могли бы нажать кнопочку колокализацию и посчитать, сколько объектов из двух каналов у нас перекрываются и на какой объем, если нас это интересует. Точно так же можно включить подписи, чтобы у нас эти отдельные объекты были подписаны теми же самыми значениями, которые есть здесь, чтобы нам было удобнее с ними ориентироваться, если какой-то объект нас заинтересует. Ну и все это можно сохранить, здесь есть возможность сохранить эти объекты для какого-то дальнейшего исследования или работы с ним, или реконструкции в другой программе. Более подробно про трехмерную морфометрию я рекомендую посмотреть уже на сайте программы FIDGE, потому что это отдельная очень большая тема, мы ее не успеем за небольшое количество лекций рассмотреть. И следующее, о чем нам нужно будет с вами поговорить, поговорить о возможности подсчета яркости объектов внутри стека. Предположим, что у нас стек содержит несколько каналов, содержит время, и в это время мы добавили какой-то реагент, например, к нашим клеткам, который может изменить какую-то физиологическую составляющую их, и, предположим, у нас флорохром, которым покрашены эти объекты, чувствителен к какому-то интересующему нас параметру, например, к экзистативному стрессу, например, к напряжению на мембране, например, к количеству кальция, к чему угодно. Откроем такую картинку физиологическую, в данном случае протопласты растений, видите, они прицеплены на стекло, в одном месте, к сожалению, немножечко сдвигаются, к счастью, не очень сильно, и здесь есть несколько каналов. Один канал – это автофлюорисенция хлорофила, но, как видите, этот канал очень быстро затухает, очень быстро выгорело. Второй канал – это как раз ответ на изменение параметров, как видите, после определенного времени происходит такое разгорание очень яркое наших объектов. То есть, нас может интересовать, если это количество отражает, например, касситативный стресс, посмотреть, как реагируют разные вот эти протопласты на этот стресс. Посмотрите, разгорелись, не все из них, некоторые вполне себе целые, и это никак не отреагировали. И это может быть нам нужно для того, чтобы подсчитать в дальнейшем хорошо это изображение. Какие здесь проблемы есть? Ну, первое, у нас с вами эти отдельные клетки двигаются, и нам для расчета хорошо бы выбрать только те клетки, которые на стекле остаются в неизменном положении, либо использовать какой-то плагин, который позволит нам следить за движением этих клеток. Со слежением чуть-чуть сложнее, поэтому начнем с того, что мы, как всегда, разобьем наш стек на три канала. Image, Color, Split, Channels. Канал проходящего света нас не очень интересует, поэтому, в принципе, мы его пока уберем. Канал, который имеет отношение к автофлюоресценции хлорофила, нам очень интересен, но, как видите, очень быстро затухает, и нам бы его восстановить, чтобы каким-то образом скорректировать на выгорание. Ну, вот этот канал физиологический, тот, на котором будем производить подсчеты. Конечно, выделять отдельные клетки нам было бы удобнее вот на этом канале, где есть автофлюоресценция хлорофила, потому что он позволил бы нам увидеть все клетки целиком. Но если мы сейчас на вот таком изображении, не скорректированном, сделаем максимальную проекцию, соответственно, идем в Image, идем в Stake, говорим Z-проекцию, говорим максимальную проэкстенсивность, то то, что мы получим, как видите, это на самом деле первые несколько срезов движения, это не учитывает. мы можем тем не менее восстановить с вами яркость последующих, уже подвыцевших изображений, используя специальный плагин, который идет в комплекте с Fidgen, называется он Bleach Correction, и находится он Image Adjust Bleach Correction. Еще одно важное замечание, если вы не знаете, где лежит какая-то команда, но знаете ее название, вы можете вот здесь, вот внизу, в поисковой строчке, начать просто набирать ту команду, которая вас интересует, например, я все время забываю, где находится эта команда Bleach Correction, и поэтому мне придется тогда для того, чтобы с ней работать, ее найти, ну так как я, опять же, предположим, полностью забыл, где она находится, я просто начну набирать ее в этой строке, как видите, я ее, естественно, здесь же и нашел, ну и соответственно, я тогда могу взять наше изображение, где у нас есть вот это выгорание флорохрома и запустить на нем, последнее окно, на которое я нажал, было именно оно, этот плагин. Этот плагин спрашивает, каким образом я хочу пересчитать в данном случае изменение яркости, простое соотношение яркости, лучше всего мне подошло бы экспоненциальное затухание, но я знаю, что оно здесь слишком резкое, и не знаю, что оно численное, мне оно здесь не подойдет. И есть последнее, гистограммное соответствие, пытается плагин подобрать так, чтобы яркость каждого среза была примерно одинаковой. Мне это вполне подходит, потому что мне это нужно только для выделения объектов, считать яркость на канале автофлориценции хлорофила я не собираюсь. нажимаем ОК. То, что мы с вами получили, стэк, где, как видите, у нас яркости все восстановлены в исходном стэке, здесь мы уже практически ничего не видим. Стэк, который мы получили, у нас, как видите, яркости не меняются на протяжении всего стэка. И я могу теперь уже с этого скорректированного стэка, которое было выцветание, скорректировано, сделать максимальную проекцию, Image, Stacks. Здесь я иду точно так же в Z-проекцию и здесь выбираю максимальную яркость. Картинка, которую я получил, как видите, гораздо более сложная, чем та, которая была до коррекции яркости. И я вижу объекты, которые не меняли своего положения и объекты, которые свое положение очень сильно меняли во время исследования. Естественно, я могу выделить только те объекты, которые свое положение не меняли. Давайте мы это с вами сделаем. Вот этот объект мне нравится, не менял положение. После этого нажимаю Alt-T и добавляю его в менеджер выделений. Я беру какой-то следующий объект, следующий объект, следующий объект. Я могу даже включить себе обведение, чтобы видеть, какие объекты я уже взял в исследование. Так это канал автофлюоресценции, то здесь я вижу все объекты и те, в которых произошла реакция физиологическая, скажем, наш флорохром разгорелся, и те, в которых этих изменений не было. Ну и выделим, давайте, для удобства 10 объектов. Ну вот мы 10 объектов с вами смогли выделить. И я хочу их померить по изменению яркости по времени. Для этого мне нужно в меню менеджера выделений пойти в меню дополнительно, и здесь есть такая вещь, которая называется multi-measure. Давайте ее выберем. Она спрашивает, в каком виде я хочу получить результаты. Она меня предупреждает, что у меня 6 таких измерений и 10, соответственно, я взял объектов, получится много колонок, меня это вполне устраивает. И в итоге я получаю табличку, где у меня мои измерения уже сгруппированы для каждого из моих объектов. В этой табличке я могу теперь эти объекты отдельно посмотреть и посчитать. Но пока изображение, которое я взял, это изображение максимальной проекции, поэтому я получу только одно значение, что мне не очень интересно. в то же самое время я могу вернуться к изображению физиологическому, где происходило вот это самое изменение яркости, видите, отобразить мои зоны интереса на нем и посмотреть, что действительно здесь некоторые из объектов разгораются, некоторые нет, и они остаются именно в этих зонах. И уже теперь выбрать дополнительно Multi-measure и я хочу померить все слайсы, все отдельные срезы, которые у меня есть. После нажатия ОК я получу картинку, вернее, табличку, где у меня теперь представлены все мои изменения, в данном случае уже по времени. табличка выглядит вот таким вот образом. Здесь отдельные, выделенные мной области, это 31 срез по времени, 31 секунду эксперимент длился, хотя нет, на самом деле 30 секунд было между отдельными картинками, значит 15 минут эксперимент длился. И здесь среднее для первой, среднее для второй яркость, среднее для третьей. И так как у меня с вами померено 10 отдельных участков до 10. Эту табличку я могу теперь скопировать в какую-нибудь программку, например, я могу скопировать ее к себе в OpenOffice или, если кому-то удобнее работать с Excel в Excel. И для этой таблички можно построить даже график того, как меняется яркость по времени. Давайте я перенесу эту табличку в программку OpenOffice выделю Ctrl-C Ctrl-V Вот моя табличка, но так как я уже считал подобные результаты, то у меня здесь для этих колонок как раз стоит подсчет графика. И то, что мы с вами видим, вот численные значения, изменение яркости для каждой нашей временной метки. Вот отдельные 10 наших регионов интереса, которые у нас были. И вот то, что мы с вами получили в данном случае. Время, когда было применено воздействие между 9 и 10 отчетом. И то, как меняется яркость отдельных объектов. Здесь уже можно посчитать скорость нарастания этой яркости, время отставания от нарастания, время вот этого плата, до того, как пойдет все это на спад, и много-много других параметров. Это уже чистая математика, так как у вас есть все исходные данные, все эти параметры вы можете теперь из получившегося значения высчитать. Таким образом мы можем работать с физологическими данными. Что нам осталось, так это проверить на изображении светлопольном уже как у нас на самом деле вели себя эти отдельные объекты, потому что некоторые из них не разгорались, например, и некоторые меняли свою яркость. Вот наши зоны интереса, мы можем поройтись и сказать, что в принципе нет объекта, мы выбрали нормально, так что здесь нет никакого артефакта, ну кроме наверное шестого объекта, который в это время перепрыгивает, остальные все остаются в своих же зонах интереса. Что мы сделали в этой демонстрации? у нас был физиологический эксперимент, где у нас было три канала. Канал проходящего света, контрольный наш, канал автофлюресценции хлорофила и канал, в котором мы измеряли флюресценцию, зависящую от интересующего нас параметра, например, оксидативного стресса. Мы с вами взяли канал флюресценции хлорофила, несмотря на то, что он очень сильно выцветает, мы его скорректировали на выцветание и таким образом получили ровный канал. Мы сделали с него максимальную проекцию и увидели на нем те клетки, которые не меняли свое положение в ходе эксперимента. Мы выделили области интереса вокруг этих клеток, перенесли эти области интереса на наш стэк с физиологическим красителем и в меню ROI-менеджера выбрали кнопочку More дополнительно и там у нас был специальный пункт для измерения нескольких параметров. Сразу же вот он Multi-Measure. Мы получили табличку, которую мы смогли перенести в Excel или в другую программу, которую хотите. Мне больше нравится OpenOffice, он удобнее сильно. И построили график изменения яркости нашего физиологического красителя по времени. На самом деле мы могли бы откалибровать еще это по времени уже не в неких единицах от единицы 31 в секундах, так как 30 секунд между отдельными кадрами у нас было сделано, то можно это уже сделать в секундах. И в принципе готовый график для публикации. Можно посчитать несколько популяций клеток, можно посчитать разницу, с которой они разгораются, можно сделать всю статистику. И если у вас таких экспериментов еще несколько, этого вполне достаточно для дальнейшей работы. препараты. Что нам с вами осталось? Нам с вами осталось еще поговорить о так называемой неравномерной или, если хотите, эластичной регистрации препаратов. Когда это бывает необходимо? Предположим, что вы работаете с тонкими срезами, и расширение этих тонких срезов на водяной бане происходит неравномерно. тогда вы не можете просто одно из изображений повернуть, увеличить или каким-то образом сдвинуть, так, чтобы оно полностью соответствовало второму изображению. Для большей наглядности я буду использовать в этой демонстрации изображения двухмерных гелей, которые взяты из статьи по раку у человека. Здесь два протеома, один нормальный, другой в случае рака, и, соответственно, есть задача их сравнить. Понятно, что есть специальные программы для работы с двухмерными гелями, но они стоят достаточно много денег, а я хочу показать, каким образом мы можем работать с двумя, тремя или скольки хотите гелями одновременно, выровнять их на какой-то один референсный гель, с которым мы хотим работать, на котором все точки присутствуют, и в дальнейшем уже работать с выровненной пачкой гелей. И мы можем, например, белка в каждой точке, если нас это будет с вами интересовать. Каким образом можно выровнять несколько гелей сразу? Каким образом получить такой, скажем, мастер-гель? Ну, здесь все очень просто. Можно сделать пул из нескольких образцов, взять от каждого образца, скажем, одну десятую, если у вас 10 образцов, сделать один вот такой мастер-гель, где точно все белки присутствуют, и использовать его для выравнивания каждого из полученных у вас экспериментальных гелей. Так как у нас два геля, всего лишь мы можем любой из них на любой выровнять, но если мы просто их сравним без выравнивания, откроем два геля и, скажем, наложим их друг на друга, то мы увидим, что у нас многие точки не совпадают, и использовать такой гель для каких-то количественных подсчетов мы не можем. Видите, красные точки и зеленые точки совершенно не совпадают. С другой стороны, если мы сможем сделать выравнивание этих гелей споставлений, обратите внимание, это оказывается один и тот же белок, вот эти вот белки оказываются тоже одними и теми же, вот эти белки, которые здесь было непонятно, одни и те же, а вот здесь есть различия. То есть, в принципе, дальше мы можем с вами уже, если у нас такие два геля выровненные, работать с протеомами и пытаться смотреть, какая разница у нас есть. Давайте попробуем то же самое сделать. Ну и для начала откроем эти два геля и попробуем сделать картинку этих двух гелей без взаимного выравнивания, чтобы у нас было с чем сравнивать. Эти гели лежат также в папочке, которую я, ссылку на которую я давал. У меня один гель, у меня второй гель. Ну и первое, что мне нужно будет сделать для возможности работать с ними, перевести их, конечно, в черно-белый режим, потому что в цветном режиме мне с ними делать нечего. конечно не покрашенные серебром, но лучше, конечно, их сделать черно-белыми, 8-битными оба. Теперь сравнивать их в таком виде мне, наверное, не очень удобно. Я их хочу инвертировать. Ctrl-Shift-E либо, если хотите, через меню Image и там, соответственно, будет Invert изображение инвертировать. Ctrl-Shift-E просто несколько быстрее и проще сделать. Ну и давайте попробуем для себя, для сравнения сейчас получить изображение двух наложенных друг на друга геля. Один из них покрасим, скажем, давайте, зеленым цветом, другой красным. Сделать это очень легко. Image Color Цвета Merge Channels Объединение каналов. Убираем первый гель, убираем второй гель, красный и зеленый. Я оставлю галочку «Сохранить исходное изображение», нам сейчас еще понадобится ли выравнивание, и скажу «Окей». Значит, программа мне выдала ошибку, что они имеют разные размеры. Что справедливо. Хочу поделиться одним интересным подходом, как можно выровнять размеры многих-многих-многих картинок, если они не сильно отличаются. Мы можем эти две картинки сейчас объединить в стэк, как мы уже на предыдущей части этого занятия делали. А потом стэк опять разбить. Но при объединении в стэк у вас будет размер стэка равен самому большому изображению. Поэтому Image у нас всего две картинки открыто. И после этого мы идем в Stacks. Здесь мы говорим «Изображение в стэк». И здесь выбираем, что мы хотим разместить все по центру. Оставить исходное изображение в принципе нам не нужно. И использовать заголовки изображения в качестве имен срезов. Потому что дальше, когда мы будем разделять стэк, мы получим как раз с вами картинку. Смотрим на размеры исходных 10, 37 на 10, 94. 10, 38 на 10, 83. Объединяем их в стэк. Стэк у нас получает самым большим 10, 38 на 10, 94. А теперь их разделяем из этого стэка. Точно так же Image Stack в картинке. Как видите, еще одно полезное применение стэков, когда вам нужно много картинок сделать одного размера. Ну и теперь мы хотим эти две картинки выровнять относительно друг друга с использованием так называемой эластичной корегистрации. А перед этим давайте получим все-таки нашу долгожданную картинку с объединением каналов, где у нас один из них будет красный, другой из них будет зеленый. Вот это изображение, оно же было в презентации, как видите, не очень хорошо совпадают точки. Давайте это исправим. Идем в плагины и в плагинах в регистрации есть такой вариант регистрации, который называется UnwrapG. Вот это вот Be UnwrapG это как раз так называемая неэластичная или наоборот эластичная в данном случае регистрация. Как раз то, что нам нужно для гелей. Выбираем этот плагин, у нас открывается окошко, которое позволяет нам выбрать несколько параметров. Во-первых, исходное изображение, изображение, которое мы хотим использовать в качестве цели, которое мы будем выравнивать. Каким образом мы будем выравнивать, насколько мы хотим точно его получить, нас интересует в данном случае Mono, то есть только это изображение на это. Мы не хотим обратное выравнивание делать. Первое преобразование у нас будет грубое. Последнее, так как мы хотим считать отдельные точки на геле, нам лучше сделать очень точное. Делаем его. И смотрим, что у нас теперь получится. После подсчетов у нас получится стек, в котором есть несколько картинок. Первая картинка исходная, вторая картинка выровненная на нее. Как видите, теперь эти точки очень хорошо совпадают. А вот дальше у нас несколько картинок, которые будут показывать, как деформировались эти изображения. Давайте посмотрим на эти картинки деформации. Последней в стеке будет лежать такая картинка, которая содержит вот такие стрелочки. она показывает, как нужно наше регистрируемое изображение сдвинуть или изменить по отношению к изображению целевому, которое мы используем в качестве такого эталона шаблона, чтобы эти две картинки с теми пятнами, которые совпадают, оказались совмещены. Есть несколько зон, которые вообще и менять не нужно, они идеально совпали, но, как видите, по краям, естественно, гораздо хуже совпадения. из этого стека нас будет интересовать только вот эти две первых картинки. Наше изображение, которое не регистрированное, и второе, которое мы на него срегистрировали. Давайте мы эти две картинки из стека получим. Image, стек, стек в картинке. Изображение поля нас интересует, изображение вот этих стрелочек не интересует, а вот эти две картинки нам уже будут интересны. И мы их хотим точно так же объединить при помощи цветов в результирующую картинку. Image, Color, Merge. Выбираем. У нас один из них называется регистрированный, второй называется Target, целевой. Говорим ОК. И сравниваем два изображения. Первое изображение без регистрации, второе после регистрации. Как видите, совпадение точек теперь стало намного лучше. Ну вот, можно на этот кусочек посмотреть. Видно, что здесь точки не совпадают совершенно, а здесь они уже очень хорошо взаимно согласованы. Ну и понятно, что теперь мы можем сделать еще более интересную вещь. Мы можем с вами при необходимости посчитать для каждой точки количество белка, которое там есть. Если у нас изображение снято хорошо, без потери данных, то мы могли бы взять с вами пулированный образец, где содержатся протеомы всех исследованных гелей, на нем бы выделить отдельные точки, и для этих точек посчитать яркости, собственно говоря, что можно пересчитать в дальнейшем будет и на содержание белка. Давайте попробуем получить наш псевдо пулированный гель, объединив вот эти две картинки, просто их сложив между собой. На том пулированном геле мы выделим тогда с вами отдельные точки, которые нас интересуют, и будем использовать их для подсчета. Объединение картинок, сложение, если хотите, можно сделать достаточно легко. У нас есть калькулятор изображений, в котором мы можем взять две картинки, в данном случае нас интересуют уже выровненные изображения, и мы их можем с вами сложить, или даже домножить. Мы получили с вами изображение, где у нас присутствуют все точки, все белки из одного и другого протеома, и на этом изображении мы теперь можем выделить отдельные участки, которые хотим посчитать. Как это сделать? Достаточно легко, мы уже с вами знакомы с функцией выделения точек по яркости, процесс, и в процессе у нас было find maxima, поиск максимумов. Понятно, что точка в геле будет в каком-то месте наиболее яркой, к краям она будет темнее. Выбираем этот режим, включаем здесь какие точки у нас выделились, и подбираем какое-то более-менее похожее на правду значение, чтобы с одной стороны все точки были видны, но с другой стороны у нас не было отмечено лишнего мусора. ну и какое-то значение, которое нам подойдет, мне кажется, значение 40, здесь все изоформы даже выделило, и вроде ничего не пропустило. Мы получили 1674 точки, и теперь мы можем сказать программе, чтобы она отсегментировала это, как отдельные частицы. Вот здесь есть такой пункт, называется segmented particles. Давайте посмотрим, что мы получим с вами. Я хочу еще добавить, чтобы это было достаточно строго. Я хочу исключить то, что по краям лежит, потому что это явно не очень интересно, и там ничего хорошего не получится. И говорим окей. Картинка, которую мы получаем, выглядит немножечко странно. Вот таким образом. Но собственно говоря, это те зоны, считая которые, увидим как раз белок, который нас интересует. Мы можем теперь эти зоны посчитать через анализ, анализ частиц, и попросить эту функцию просто добавить их в менеджер выделений. Давайте это сделаем. Теперь если мы перенесем с вами получившиеся области выделений на исходный гель, то видно, что у нас на самом деле вот оттегментированы отдельные пятна. Если мы теперь померяем яркость, то то, что мы с вами увидим, это количество белка в каждом пятне. Конечно, нужно чуть-чуть грамотнее, чуть-аккуратнее отнестись к подбору параметров, потому что здесь видите, программа несколько пятен объединила вместе, или нужен гель более высокоразрешающий, но это уже отдельная тема для разговора. Тем не менее, у нас есть теперь гель номер один нормы, гель номер два случаи, которые нас может интересовать, и мы можем для него померить, сказать, померить яркость. Померили для первого, давайте теперь найдем наш второй черно-белый изображение, вот оно, точно так же на него нанести лейблс, чтобы было видно каждую отдельную точно так же теперь померить их здесь, тоже, даже, и теперь табличку, которая у меня получилась, вот она, могу перенести в тот же самый Excel или OpenOffice. Чтобы не терять времени, я, наверное, открою уже сделанную табличку и покажу, что можно с этими данными в дальнейшем сотворить. Вот табличка, которая у нас получилась, здесь померенное первое изображение, площадь нас не очень интересует, а вот средняя яркость как раз то, что нас интересует. Вот средняя яркость здесь, и мы можем с вами использовать соотношение вот такое, чтобы посчитать разницу в разах между яркостью первой и второй точки. При этом единичка будет означать, что никакой разницы между этими точками нет. Меньше единички означает, что первая точка больше, больше единички, что вторая точка больше содержит белка. И получив такую табличку, мы можем сразу же поискать целевые белки. На первом мы можем включить так называемый автофильтр, выделить все эти данные, пойти в данные, включить автофильтр и выбрать теперь в этих данных, после того, как мы автофильтр с вами включили, только те точки, которые сильно различаются. Сортировать их, например, по убыванию. Вот точки белка, которых во втором геле меньше. Или наоборот по возрастанию, и тогда мы увидим точки, в которых в этом геле больше белка. Вот, собственно говоря, то, что мы можем сразу дальше проверять. зная номер точки, можем вернуться к этой же точке в меню выделения на геле, посмотреть, что это за точка конкретно, где она на геле оказывается, более того, можем это показать на композитном вот таком геле, точку, которая нас интересует какую-нибудь, и проверить, насколько хорошо программа, например, ее выделила. Ну, какая-то точка, как видите, хорошо выделилась, хотя здесь вот еще что-то сбоку попалось, поэтому с этим можно работать уже дальше. Надеюсь, такое выделение эластичное, каким образом оно может нам помочь в работе с изображениями, у которых изменяется положение отдельных частей препарата достаточно значимо, но здесь я, к сожалению, должен сделать несколько замечаний важных. Ну, и первое замечание, что несмотря на то, что мы действительно делаем такое выравнивание, программа не имеет никакого малейшего представления о том, что мы просим ее выровнять между собой. Если мы неправильно подберем параметры вот этого вот красивого выравнивания, мы можем с вами совершенно замечательно совместить два совершенно несовместимых профиля, ну, как на данном изображении. Представлено понятно, если мы будем слишком активно просить ее два изображения совместить, различающихся, она нам их совместит с очень большими, как видите, искажениями одного относительно другого с некоторыми недостатками, но тем не менее такое согласование двух изображений, корегистрация возможно. Поэтому, несмотря на очень удобный плагин, на такую возможность корегистрации, на то, что она действительно хорошо подходит для гелей, хорошо подходит для препаратов с разным коэффициентом расширения, нужно относиться к этому плагину очень аккуратно и проверять его работу вручную на глаз, чтобы быть уверенным, что то, о чем мы говорим, то есть наша биологическая задача не была искажена при использовании этого подхода. Это все, что я хотел рассказать в ходе сегодняшнего семинара. Следующий семинар у нас будет уже по цветовой деконволюции, мы поговорим с вами о работе с движущимися объектами внутри стека, о возможности трекинга таких объектов, мы поговорим о деконволюции объектов и, собственно говоря, перейдем через семинар к реализации трехмерной сегментации и восстановления объектов в трехмерном пространстве. Спасибо за внимание.